всем еще раз добрый вечер и мы с вами начнем давайте рассматривать достаточно интересную новую тему посвященную новому продукту компании vmw это шестая сфера я запланировал несколько семинарчиков таких семинарчиков вебинарчиков 1 этот вебинар семинар у нас будет с вами чисто теоретически для того чтобы ввести ваш курс дела немножечко рассказать об этом новом продукте поэтому он может быть конечно но с точки зрения практических демонстраций их здесь просто нету я просто сделал несколько скриншотов для того чтобы вам продемонстрировать показать вот впоследствии я планирую сделать еще один соответственно семинарчик посвященный уже обновлению в мае месяце я думаю мы с вами я надеюсь соберемся еще раз я покажу основные пути этапы каким образом можно обновляться до шестой сферы то есть чисто практически семинар сделать попробую показав на примере каким образом это можно будет делать вот а сегодня мы с вами но по сути просто теоретическими вопросами займемся посмотрим основные новые моменты посвященные новой сфере какие новые возможности появились вот будет много всяких цифр сравнений ну и я надеюсь каждый из вас найдет для себя что-то там интересное что подвигнет вас в переход на этот продукт использование этого продукта у себя там в практической где-то части ну и давайте мы начнем значит содержание будет следующее я сразу тоже говорю я постарался избежать переизбытка информации потому что ну если кто наблюдает за этим продуктом возможно вы видели в официальных пресс-релизах по поводу количества тех изменений которые в продукте появились они измеряются сотнями а точнее где только в районе 700 изменений поэтому конечно в рамках семинара мы затронуть их все просто физически не сможем я попытался сконцентрироваться на те которые будут ну по крайней мере интересные и понятны вот избежав технически сложных моментов которые ну наверное стоит в рамках отдельных семинаров рассмотреть для того чтобы они были более понятны более предметные раскрыты потому что конечно в одном двух слайдах это не раскрыть так вот мы посмотрим новые возможности гипервизора шестого поговорим о том какие есть улучшения в виртуальной машине соответственно нового гипервизора какие интересные новые возможности появились в центре и в конце затронем вопросы улучшение системы хранения данных что у нас тут тоже интересненького можно посмотреть и использовать ну и новые возможности гипервизора Прежде всего, конечно, это то, что компания VMware попыталась нам предложить продукт с улучшенной масштабируемостью, который будет отвечать современным требованиям рынка, для того, чтобы огромное количество вычислительных ресурсов мы могли с вами в виртуальную среду предоставить. Ну и вопросы улучшения безопасности. Я, соответственно, потом покажу. Это управление учетными записями. Интереснейшая возможность, которой, к сожалению, ранее мы не имели. Это изменения в режиме lockdown mode. Это улучшение аудита административных действий на сервере SXI. Для тех, кто занимается безопасностью, будет тоже очень интересно. И блокировка учетных записей при неправильном вводе пароля. Ну и давайте более предметно посмотрим, какие улучшения у нас появились с переходом на шестую версию. Это большое количество, точнее, большее количество поддержанных центральных процессоров. В пятой сфере, 5.5 точнее, это было 320 центральных процессоров, здесь 480. Единственное, я, конечно, поясню, откуда такое количество, и навряд ли, наверное, каждый из вас или кто-то видел такое количество действительно на реальном физическом сервере. Здесь речь идет о так называемых логических процессорах, не о физических процессорах или сокетах, а именно о логических процессорах. То есть здесь мы говорим именно о том, что у нас учитываются и ядра, у нас учитываются и технологии гипертрейдинг. Именно поэтому такое число достаточно большое мы можем здесь наблюдать. Что касается объема оперативной памяти, то теперь мы можем адресовать до 12 терабайт, но здесь с оговоркой нужно будет обязательно убедиться в поддержке со стороны вендора именно такого количества. То есть не каждый вендор на своем физическом сервере может такой объем памяти предложить. Увеличилось количество виртуальных машин на узле, но здесь опять же по-прежнему оговорка. Мы говорим не о том количестве, которое зарегистрировано, а о том количестве, которое реально мы можем запустить. То есть это запущенное одновременно количество запущенных машин на узле. 32 узла в кластере. Было в старой версии, в 5.5. Вот в новой 64 узла в кластере. То есть большая масштабируемость, большее количество виртуальных машин, соответственно, мы можем запустить. Здесь мы, собственно, это можем наблюдать. Ну, в два раза фактически увеличилось. 8 тысяч виртуальных машин в кластере. Я здесь сделал такое, может быть, не совсем корректное, наверное, сравнение, приведя в качестве одного из таких столбцов с параметрами в гипервизорах от Microsoft, от его конкурента. Почему не корректное? Дело в том, что, наверное, вы в курсе. Microsoft разрабатывает новую операционную систему. И, возможно, кто-то из вас даже ее уже попробовал в виде бета различных реализаций. И, наверное, было бы с моей стороны более корректно сравнивать, если уж сравниваем новый продукт от компании VMware с новым абсолютно сервером от компании Microsoft. Но так как официально он еще не вышел, поэтому сравнивать какие-либо числа, наверное, будет преждевременно. Я, собственно, опять же, по этой причине и по VMware, и на своих курсах никогда не говорил о том, какие будут характеристики, параметры, потому как они могут меняться в процессе разработки, доводки системы до релизного статуса уже. И эти цифры могут как в большую, так и в меньшую сторону измениться. Ну, к примеру, вот такое небольшое отступление. По количеству виртуальных машин в кластере, вот здесь вот вы видите цифру 8000, вы можете, кстати, наблюдать в некоторых слайдах в интернете, в некоторых книгах, даже в документациях от самой VMware цифру в 6000 машин. То есть у них такое двойное прочтение. На каком-то этапе действительно было 6000, потом эта цифра увеличилась, стала гораздо больше. Ну так вот, что мы можем здесь наблюдать? Такое интересное достаточно сравнение. Мы можем наблюдать, что компания VMware в некоторых позициях, особенно в кластерных технологиях, догнала, допустим, ту же Microsoft. Вот в некоторых, конечно, элементах они превысили эти показатели. Но в целом, конечно, сейчас продукты компании VMware выглядят более масштабируемые, более предпочтительные. Вот и по количеству, общему количеству процессоров, и по тому объему памяти, который мы можем использовать. Но по количеству узлов, вернее, виртуальных машин на узле мы видим с вами, что здесь паритет. По количеству узлов в кластере тоже паритет, и по виртуальным машинам в кластере аналогично. Единственное, здесь большее количество виртуальных процессоров на хост. Но, опять же, это сравнение, ну, как вы понимаете, по продукту, который несколько ранее вышел, и, опять же, более корректно их сравнивать с продуктом той же сферы 5.5. Но на лицо, конечно, увеличенная масштабированность, тут однозначно можно об этом говорить. По поводу безопасности. Наверное, многие из вас используют vCenter для работы с серверами SXI. Но если вам необходимо использовать именно прямое управление, прямой доступ и, допустим, предоставлять учетным записям в рамках вашего сервера SXI доступ, то раньше у нас, к сожалению, не было возможности работать напрямую с учетными записями. Теперь у нас такая возможность появилась. И я здесь специально даже скриншотик сделал со своей поставленной машинки, а именно привожу синтекс из командной строки SXCLE, где мы можем с вами видеть возможные варианты работы, добавления, удаления и работу с учетной записью. К сожалению, опять же, раньше такой возможности не было. Более того, если вы занимаетесь вопросами безопасности, если вы занимаетесь вопросами аудита, то, возможно, многие из вас знают о такой неприятной особенности, которая есть в анализе логов, от имени какой учетной записи были сделаны те или иные действия на сервере SXI. Раньше, если вы анализировали эти логи, то в логах всегда фигурировала учетная запись vpx-user. То есть с вид-центра вы какое-то действие делали, это действие отражалось в логах именно как vpx-user. Причем, по сути, анонимайзер такой был, непонятно, кто это делал. На вид-центр мог зайти любой, кто имел на это полномочия, а отражалось это на сервере SXI все равно под учетной записью vpx-user. Он, де-факто, поднялся это и делал. Сейчас расширены вопросы аудита. Теперь, помимо того, что эта информация также отображается, появляется ссылочка на реальную учетную запись, кто на вид-центре это действие выполнял, и в конечном итоге это действие было выполнено на сервере SXI. Такая тоже возможность появилась. Тут сейчас интересно, особенно для тех, кто занимается вопросами безопасности, аудита, и хочет все-таки знать, кто там, возможно, какие-то умышленные, неумышленные, деструктивные, возможно, действия сделал. Еще одно нововведение, которое появилось в безопасности, тоже достаточно интересное, это изменение механизма lockdown-мота, точнее, дополнение или расширение его. Напомню, что это за механизм. Для тех, кто не знает, у нас с вами есть возможность управления серверами SXI. Если мы не используем вид-центр, то это напрямую через клиента Windows, либо из командной строки, удаленно через консоль SXI. Если у нас с вами есть вид-центр, то на вид-центре в более ранних версиях, до шестой версии, мы могли с вами выбрать режим, который называется «В настройках по безопасности lockdown-мот», и там вариант был активации этого механизма. По сути, к чему это приводило? Все учетные записи, кроме учетной записи, под которой работает сам вид-центр, они блокировались, и зайти под этой учетной записью вы уже не могли. Единственная учетная запись, это запись в IPX-юзера, она могла пройти аудентификацию, и вы могли работать на сервере SXI. Таким образом, вы минимизировали так называемую поверхность атаки, то есть по SSH вы не могли подцепиться, он просто не примет эту учетную запись, рутовый аккаунт у вас, соответственно, был недоступен. Но, если вы работали в классическом lockdown-мот, той же 5.5 версии, то у вас все равно была возможность использовать так называемую VSEE консоль, Direct Console User Interface. Это вот, если вы на экране после установки SXI сервера смотрите, у вас это такое серо-желтое, серо-оранжевое меню, которое у вас интерактивно на экране отображается при работе с вашим сервером SXI. Если вы захотите, то у вас есть теперь механизм, позволяющий даже этот вариант подключения, даже этот вариант работы заблокировать. Конечно, это повышает серьезную очень безопасность, но, по сути, остается только одна такая возможность работы, других просто возможностей нет. Но, с другой стороны, конечно, степень ответственности, она повышается, и качество работы того же V-центра, она должна быть очень высоким, потому как других вариантов у вас работать не будет. Тоже долгожданный, на мой взгляд, полезный, интереснейший механизм, который появился, к сожалению, все-таки только в шестой версии, это механизм блокировки учетной записи. Раньше вы могли, скажем так, сколько угодно долго, пытаться по той же SSH подключиться к вашему серверу SXI. Вам могли отображаться уведомления о том, что вы не можете войти, у вас это не получается, пароль у вас неверный, но вы все равно могли пытаться, пытаться и пытаться. В шестой версии появился механизм, я даже специально сделал, опять же, скриншотик со своего стендика, где в расширенных настройках, подчеркиваю, именно сервера, сервера SXI, вот в Advanced Settings, появились два пункта. Эти два пункта как раз и настраивают, во-первых, какое количество неудачных попыток разрешено, ну и после какого порога начинает срабатывать блокировка, и указывается время, на которое эта учетная запись будет заблокирована. То есть, по сути, ну, некий такой вариант подбора пароля, брутфорса, он уже не пройдет. То есть, учетка будет блокироваться, и безопасность, как следствие, опять же, будет на более высоком уровне. Но настройка, она только вот здесь вот. То есть, ее из стандартного меню нету, это расширенный параметр. Но, в принципе, здесь ничего сложного, я думаю, можно достаточно легко разобраться. Я специально выделил. Можно активировать и работать с ними. Несколько вопросов по улучшению самой виртуальной машины. Здесь, ну, как и, собственно, в предыдущих версиях, все достаточно логично. С выходом нового продукта, в котором появляется большое количество новых возможностей, появляется виртуальная машина с так называемой virtual hardware, уже новой версией. Для того, чтобы можно было подчеркнуть и задействовать те возможности, которые появились, к примеру, в переходе с пятой версии на 5.1, с 5.1, на 5.5, в компании VMware происходит обновление версии оборудования на новую, на новую и более версию, которая отражает вот эти вот изменения. И в настоящий момент мы имеем 11-е поколение, ну или 11-ю версию виртуального оборудования, где, ну, я выделил здесь основные, конечно, такие серьезные изменения. Это большое количество центральных виртуальных процессоров, вид CPU, так называемых, 128, и до 4 терабайт оперативной памяти. То есть у нас виртуальная машина, ну, де-факто сейчас может являться таким объектом, где вы можете запускать, по мнению компании VMware, сверхтяжелые приложения, сверхтяжелые те же базы данных, задачи какие-то. То есть, по сути, сейчас можно сказать, что и нету таких задач, ну или почти нету таких задач, где виртуальная среда не может применяться. То есть емкость для виртуальной машины крайне большая. При этом также появилась возможность горячего удовольствия памяти с поддержкой Virtual Numa. Я поясню, что если, допустим, вы ранее добавляли оперативную память, то она добавлялась только в первый узел, то есть, по сути, на первый процессор. Сейчас она добавляется уже с распределением. Но я сейчас, конечно, не буду вдаваться в детали, что такое Virtual Numa, потому что это, опять же, просто увеличит срок моего повествования. Просто такая возможность появилась. Еще раз напомню, что раньше было добавление также памяти. Нельзя сказать, что раньше нельзя было добавить память. Сейчас она просто позволяет эту память распределять по узлам Numa автоматически. USB 3.0 контроллер. Здесь на самом деле ничего такого. Я просто не перечислял здесь дополнительные параметры. Там последовательных портов больше и так далее. Там на самом деле много изменений, которые кому-то будут интересны, кому-то не очень. Там поддержка 3D графики и так далее. Там много достаточно вещей. Я здесь перечислил основные, которые именно с точки зрения масштабируемости будут хорошо. Понятно. Поддержка новых версий операционных систем. Я, опять же, не стал здесь их перечислять, потому что, я думаю, кому надо, вот здесь вот прям по ссылочке можно будет посмотреть все операционные системы, которые на настоящий момент поддерживают. Опять же, это все логично. С выходом новых версий, естественно, компания VMV поддерживает все новые выходящие операционные системы. Тут было бы странно, если бы этого не было. Что касается, опять же, нововведений, которые появляются с появлением сферы 6 в области высокой надежности и в данном случае в технологии, которая всем известна как Full Tolerance или механизм непрерывной доступности, именно непрерывной доступности виртуальных машин. Вот по поводу вопросов, Василий, давайте мы с вами после того, как я все расскажу, мы, соответственно, завершим вот такую вот теоретическую вводную. Я постараюсь на все это ответить, чтобы не отвлекаться на диалоги, потому что тематика очень интересная, изменений очень много, и, конечно, многих интересуют, возможно, чисто практические вещи и так далее. Спасибо за вопрос. Тогда мы по завершению такую сессию небольшую вопросов-ответов сделаем. Значит, Full Tolerance. Я напомню для тех, кто не знает или не знаком с данной технологией, это достаточно интересная вещь, которая, кстати, в отношении того же Microsoft, там просто она отсутствует. Это механизм непрерывной доступности виртуальных машин. Реализуется он очень просто. На двух серверах, подчеркиваю, ESXi, запускаются два экземпляра операционных систем, которые являются, по сути, де-факто зеркалами друг друга. Есть основная машина, есть резервная машина. Все действия, которые выполняются на основной машине, они выполняются на резервной машине. И в случае, если выходит из строя основная машина физически, допустим, там сервер, что-то с ним произошло в аппаратной части, я не знаю, там в сборе в питании, то вторая машина, она позволит без простоя, без проблем продолжить работу операционной системы всех тех сервисов, приложений, которые на ней функционируют. К сожалению, в предыдущих реализациях Full Tolerance имел сдерживающий фактор для многих. Сама по себе, еще раз подчеркиваю, технология замечательная, идея замечательная. Сдерживающим фактором для многих был, конечно, такой параметр, как количество виртуальных процессоров, которые для данной технологии поддерживались и в версии 5.5, и в версии 5.1, и так далее, и более ранее. Нужно понимать, что в современных условиях, когда мы работаем с тяжелыми, к сожалению, уже тяжелыми в большинстве своими сервисами, и как раз эти именно тяжелые сервисы нуждаются больше всего в технологии непрерывной доступности, какие-нибудь базы там, ну и так далее. Ну, нет смысла, наверное, защищать, да и тем более в самих технологиях, таких как DHCP, реализованный, там DNS или там еще что-то, реализованные технологии, которые позволяют обеспечивать достаточно хорошую систему защиты этих сервисов, и нет необходимости тем же Full Tolerance это все реализовывать. Нас интересуют гораздо более такие ответственные бизнес-критические сервисы. Они, как я уже сказал, к сожалению, требуют большего количества процессоров. Эта технология, хотя она и присутствовала, она не получила большого распространения. Компания VMware, понимая это, естественно, в новых версиях, в новых своих продуктах, в частности в шестой версии, посмотрим, как будет дальше, в настоящий момент предлагает виртуальную машину уже с четырьмя процессорами, которые она защищает, четыре виртуальных процессора. Единственное, тоже оговорюсь, четыре виртуальных процессора, это, насколько я помню, там в самой дорогой лицензии, потому что, по-моему, там в Enterprise лицензии два процессора, надо будет потом посмотреть, я так мельком глянул. Максимальное количество четыре, но там не во всех редакциях четыре. Нужно тоже быть осторожным, потому что, как правило, во всякого рода презентациях там на пропаганде продуктов отображаются максимальные значения, но они не во всех версиях поддерживаются, поэтому будьте внимательны. Но мы будем исходить из, конечно, максимальной версии до четырех процессоров. Что еще было? Если кто помнит курсы, у нас на курсы, когда мы делали Full Tolerance, мы всегда видели следующую картину. Если у виртуальной машины был тонкий диск, то он принудительно превращался в толстый диск, толстый жадный диск с занулением. Эта процедура, она достаточно долгая могла быть, если вы, конечно, заранее не сделали эту машину именно с толстым жадным диском. Если ваша машина, к примеру, измеряется сотнями гигабайт дискового пространства, то это, конечно, очень долго. В настоящий момент это не проблема. Вы можете работать с любыми типами виртуальных дисков, вплоть до тонких. Количество оперативной памяти, которое защищается в этой машине, не поменялось. Оно, как и в пятой версии, и в шестой, в 64 гигабайта. Но теперь, что появилось, и это, конечно, замечательно. Раньше, к сожалению, это была проблема и еще один сдерживающий фактор. В пятой сфере, в 5.5, не было снапшотов для full tolerance машин. Как следствие, не было возможности сделать резервную копию, ну, скажем так, штатными нормальными средствами. В шестой версии эта проблема исчезла, ну, собственно, там появился API соответствующий, который позволяет все это делать. Паравиртуальные устройства теперь также поддерживаются. К сожалению, в более ранних версиях они не поддерживались. Еще один интереснейший момент, который появился в шестой сфере в отношении full tolerance, раньше его не было, это поддержка, а точнее даже возможность, хранить экземпляр, ну, называйте его копию, зеркальную копию, резервную копию. А ту виртуальную машину, которая в случае аварийного сбоя начинает работать как основная машина. Так вот, раньше эта машина должна была храниться исключительно на общем хранилище. То есть у нас либо там по технологии Fiber Channel, либо IceCase, либо каким-то другим способом эта машина должна лежать на общем стороже. В настоящий момент это не обязательно. Что мы получаем в итоге? Мы получаем еще и возможность выжить в ситуации, когда у нас откажет само хранилище. Мы, ну и все абсолютно, когда работают в кластерных технологиях, ну, исходят из того, что системы хранения данных, они, ну, что-то такое чрезвычайно надежное, сверхнадежное, очень надежное. Можно разные эпитеты говорить, но рассматривают выход из строя этой вот дисковой полки, этого массива крайне, ну, маловероятным событием его считают. А на самом деле, как и выход из строя сервера, точно так же возможен выход из строя и само СКД. Здесь же мы получаем и в данном случае защиту. Единственное, конечно, тут я просто это не указал, компания VMware настоятельно рекомендуется, ну, даже, сказала бы, требуется, наверное, чтобы эти машины имели канал связи не менее 10 гигабит, для того, чтобы была эффективная работа Full Tolerance. Механизм высокой доступности, он также поддерживается и там, и там, ну, и ДРС частично и там, и там, то есть инициирующее размещение, но у нас в обеих технологиях имеется. То есть Full Tolerance, другими словами, сейчас стал более ближе к народу, можно так сказать, более близок к реальной эксплуатации. Я думаю, решения появятся уже, и будут многие, наверное, задействовать данный механизм. Единственное, опять же, если кто укладывается, вот помните, все-таки здесь ограничение по памяти присутствует. Оно, конечно, достаточно большое, но, тем не менее, оно есть. Следующее, что еще интересного, это поддержка кластера, улучшенная, точнее, поддержка кластера Microsoft. Вот, официально уже поддерживается кластер, построенный на базе 2012 R2, несколько лет 12-го, вот, это уже официальная поддержка. Поддержка IPv6, поддержка паравиртуальных устройств, в данном случае паравиртуального SCSI контроллера, что раньше, в принципе, не работало, и теперь поддержка V-Motion для узлов кластера с RDN-дисками, что раньше, к сожалению, тоже было недоступно. То есть Microsoft, конечно, пытается сделать такое решение, чтобы, понимая, что у многих клиентов, у заказчиков имеются кластера Microsoft, чтобы эти кластера Microsoft были достаточно функциональны, мобильны, строить их было достаточно легко. Ну, по понятной причине, естественно, появится не только поддержка, заявленная вендором, появятся инструкции, они уже есть, по тому, каким образом, ну, наилучшим образом реализовать этот кластер. Вот, но вот эти вот возможности, конечно, они еще больше позволят вам, ну, скажем так, аргументированно перейти на эту новую версию. Теперь, что касается по самому V-центру. Здесь тоже очень-очень много изменений. Я коснусь лишь небольшой ее части, изменений очень много, и я надеюсь, что в вебинарчиках мы это все потом потихонечку и на курсах тоже рассмотрим. Первое, что сразу бросается в глаза, вот прям сходу, вот вы взяли дистрибутив, и вы начинаете процесс установки. Ну, и да, кстати, тоже скажу, что, наверное, многим известно, что поставляется V-центр, как и ранее, как и сейчас, в двух, скажем так, ипостасиях. Это Windows-вариант и Appliance, то, что называется V-центр сервера Appliance. Linux-овый его собрат такой. И в том и в другом случае у нас процесс установки существенно упрощен. Во-первых, мы с вами можем наблюдать, как только запускаем установку, здесь, кстати, скриншотик об установке именно Linux-ового варианта, это появление так называемого платформ-сервис-контроллера. Это что такое? Что это за элемент такой? Это единое название, которое подразумевает под собой несколько элементов, таких как Single Sign-On SSO, это сервис лицензирования и сервис сертификатов. Теперь это один элемент, который ставится единым таким пакетом. При этом сам V-центр вы можете поставить отдельно и можете поставить вместе с платформ-сервисом. То есть, если раньше кто-то ставил, другими словами, все на один компьютер, если вы Appliance разворачивали в одну виртуальную машину, это и сейчас можно сделать. А можно сделать и раздельную установку, поставить платформ-сервисом отдельно, контроллер и V-центр отдельно. В Windows-варианте аналогичная ситуация. Процесс установки, как раньше он был, если кто помнит, визуально нам приходилось выбирать, какие сервисы ставить, инвентарь сервиса, веб-компоненты, компоненты SSO. Мы могли выбирать попунктно. Сейчас это все делается одним элементом. То есть, вы говорите, я хочу все поставить на одну машину, и у меня все ставится гораздо быстрее, гораздо проще, не нужно много раз чего-то нажимать. Резюмируя, могу сказать следующее. Для большинства реализаций будет, как и раньше, задействован один компьютер. Разделение вот такое, как здесь внизу, когда у нас платформ-сервис-контроллер отдельно и V-центр отдельно, она все-таки больше для крупных организаций, когда у вас большой парк именно V-центров самих, большой парк хостов, которыми нужно управлять. А для большинства будет достаточно, опять же, как и ранее, в единой машине все это реализовать. Вот. Несколько цифр. Вот. В настоящий момент у нас с вами, как я и сказал, существует два варианта V-центров. Это Windows и Linux-вариант V-центр. Если мы работаем с вами на основе баз данных, таких как SQL, Oracle, или же в Linux-овом варианте Postgres или Oracle, у нас с вами возможности абсолютно одинаковые. Более того, если вы обратите внимание, здесь в Linux-варианте тоже теперь LinkedIn-мод реализован. Мы можем его использовать. Количество хостов не изменилось. Количество хостов у нас тысячой там и там. Вот. Десять тысяч виртуальных машин, но я еще раз оговорюсь, это количество исключительно запущенных, не зарегистрированных. Зарегистрированных там тоже, по-моему, 15 тысяч осталось. Вот. Обращаем внимание вот на это интересное изменение, на последний столбец, где мы можем наблюдать следующее. Если кто помнит, раньше Windows-вариант, он устанавливался у нас, если мы хотели сделать его, ну, таким, более дешевым, то есть без задействования SQL-сервера, а там у нас была внешняя база только SQL-сервер, вот, то мы могли использовать SQL-экспресс. Но у SQL-экспресс было ограничение 5 хостов, вот, и 50 виртуальных машин. Это то, что поддерживалось официально. Сейчас у нас, после установки именно Windows-варианта, есть возможность выбрать бесплатный вариант базы, это vPostgres, который будет поддерживать до 20 узлов и до 200 виртуальных машин. При этом, если помните, Linux-вариант vCentra на такой же бесплатной интегрированной embedded-базе Postgres, он раньше поддерживал 100 узлов и до, по-моему, 3000 виртуальных машин. Сейчас эти цифры фактически сравнялись с коммерческими базами. То есть, мне уже, если я использую Linux-вариант, нет необходимости ни SQL-задействовать, ни Oracle-задействовать. У меня на бесплатной интегрированной встроенной базе, поставляемой вместе с vCentra, будет масштабируемость, сравнимая с классическими базами, которые мы получали в 5.5 версии, в 5.1, ну и так далее. Здесь, конечно, они подтянули это все, сделали гораздо более интересным работой именно Linux-ового варианта vCentra. Именно Linux-ового. В Windows-е тоже есть изменения, но не настолько, скажем так, вкусные. Еще одно интересное нововведение управления сертификатами. Если кто-то из вас достаточно долго работает и обслуживает соответственно платформу виртуализации, наверное, сталкивался с такой ситуацией, что сертификаты, к сожалению, не выдаются навечно, они заканчиваются либо раньше, либо позже. У сертификата любого, а у нас с вами практически везде они задействованы, есть конечный срок эксплуатации. И когда сертификат выходит, соответственно, на уже последний день своей работы, но на следующий день мы его задействовать не можем. И какие-то сервисы, какие-то возможности у нас просто перестают функционировать, перестают быть доступными. Если, опять же, вам приходилось попадать в эту ситуацию, то, возможно, вы знаете, откровенно говоря, как это непросто заменить сертификаты, перепрописать их, заменить их в хранилищах, ну и так далее. То есть, это такой квест неслабый, где нужно огромное количество действий сделать, учесть много позиций, где что подправить, подкрутить. Компания VMW идет навстречу, и я могу сказать с радостью, что появляется у нас так называемый центр сертификации под названием GMCA, задача которого это обеспечить упрощенный процесс подписи этих сертификатов, выдачу сертификатов, для того, чтобы у вас была, ну, если хотите, сквозная такая проверка, без всякого рода уведомления о том, что здесь сертификат не проверенный, недостоверный. У нас этот центр сертификации, он хоть и присутствует, но он не является обязательным, то есть без него по-прежнему мы можем работать. Появляется хранилище, но оно, собственно, и есть. Это хранилище, где у нас хранятся все сертификаты и закрытые ключи для самого ВИЦентра, вот, VMW Endpoint Certificate Store, вот, использование, соответственно, хранилища, оно обязательное, вот, использование центра сертификации не обязательно, но, естественно, использовать центр сертификации вы гораздо проще можете себе облегчить жизнь, управление сертификатами, выдачу этих сертификатов, работу с ними, ну, и так далее. конечно, здесь, я думаю, те, кто хоть раз попал в эту ситуацию, наверное, понимают, о чем говорит речь. Единственное, учтите, что работа с хранилищем в настоящий момент нам доступна только из командной строки, других вариантов пока нет. Еще интересные изменения, которые появились у нас, опять же, в нашем ВИЦентре, и появились, соответственно, они в области ВИМОУШЕН, это возможность ВИМОУШЕН, процедуры по свечам, ну, сейчас мы посмотрим, и по ВИЦентрам, вот, что раньше было, к сожалению, недоступно, и так называемый long distance ВИМОУШЕН, ну, и по свечам, чтобы, скажем так, не растягивать все это дело, если вам нужно, а я напомню, ВИМОУШЕН, это процесс переноса виртуальной машины без остановки, или прозрачный перенос, с одного узла на другой узел. Раньше у нас не было возможности осуществить этот перенос, если, к примеру, у нас не только менялось место расположения виртуальной машины, но и менялся, к примеру, привязки его к какому-то коммутатору. То есть, это в едином пакете таком. Сейчас, в настоящий момент, такая возможность у нас имеется. Я здесь прям сделал небольшую такую табличку, где вы можете посмотреть, какие возможные сценарии существуют по переносу виртуальной машины. Еще раз обращаю внимание, речь не идет о том, что я, это и раньше можно было сделать, вызвав свойства виртуальной машины, там сменить один коммутатор на другой коммутатор. Речь не об этом. Речь о том, что вы меняете место расположения, то есть, используя V-Motion, с одного узла на другой узел и одновременно у вас меняется и привязка. Со стандартного коммутатора на распределенный, со стандартного на стандартный, со, соответственно, распределенного на распределенный, но вот процедура с распределенного на стандартный, она не поддерживается. Такая возможность есть. Еще одна интересная возможность это перемещение виртуальной машины между V-центрами. Опять же, без выключения. Обратите внимание, без общего хранилища, что вполне объяснимо и вполне логично. К примеру, возможен сценарий, если это совместить с Long Distance V-Motion, возможен сценарий, когда у вас с одного города в другой город виртуальные машины или с одного дата-центра в другой дата-центр перемещаются, где в одном дата-центре свой V-центр, в другом свой V-центр, и виртуальная машина без остановки перемещается с одного V-центра в другой. При этом переносятся настройки виртуальных машин. Вы ничего не потеряете. UID, event, алармы, все, что связано с резервациями, долями, все-все-все также будет перенесено. Сохраняются настройки кластера высокой доступности для виртуальных машин, DRS, правила affinity-anti-affinity. То есть, по сути, ну я прям даже здесь и приписал, его можно рассматривать, хотя это, ну скажем так, не совсем продакшн-сценарий, но можно рассматривать как такой некий механизм, некая альтернатива, каким образом переехать с одного V-центра, к примеру, с Windows V-центра на Linux V-центр и назад. При этом, конечно, настройки самого кластера не переезжают. Имеется в виду привязка параметров именно к виртуальной машине. Мак-адрес виртуальной машины переезжает, и все это сохраняется. При этом, вы можете таким образом, ну, к примеру, обеспечить плавный переход на новую платформу, то есть целиком выстроить сначала новую версию, новую платформу и на нее переехать. Есть, конечно, ограничения, есть условия для того, чтобы это все работало. Это, вот эта вся инфраструктура должна управляться одним ССО, то есть у вас вот сервис-контроллер должен быть один, ве-центры в рамках этого такого образования, как отдельные элементы, они у нас располагаются, единое ССО. Вот, а так, в принципе, никаких особых условий, ограничений здесь не накладывается. Теперь у нас такая возможность имеется. Можно даже драгондропом, без проблем. Long distance vMotion. Еще одна интересная вещь, которая призвана решать вопросы переноса виртуальных машин на большие расстояния. Сразу покажу, посмотрите, обратите внимание на цифры. Единственное, это требование к каналу, безусловно, потому что виртуальные машины могут быть крайне емкие, очень большие, а vMotion в любом случае в данном случае подразумевает это перенос и дисков виртуальных машин, и оперативной памяти виртуальной машины, они могут быть очень большие, эти числа. Задержка в канале должна быть менее 100 миллисекунд, при этом скорость не менее 250 мегабит на машину. В этом случае, если это выполняется, вы можете выполнять вот такой вот перенос машины с одного, к примеру, дата-центра в другой на большие расстояния. При этом, что мы достигаем, что мы можем получить? Прежде всего, конечно, это балансировка нагрузка между сайтами, чего раньше у нас не было. Это миграция виртуальных машин в случае неизбежных, но вы, к примеру, знаете точно, что в каком-то там дата-центре, в каком-то сайте у нас будут технические проблемы. То есть, это не когда у нас возникает, ну, такой, к сожалению, не предусмотренный нами сбой, когда у нас все отрубается, а мы знаем, что нам нужно выполнить какие-то там работы, возможно, или без нас они будут выполняться, мы повлиять на них не можем. Мы знаем, что, к примеру, через неделю у нас перестанет этот дата-центр функционировать на какой-то срок. Все это можно переместить, все это можно, не останавливая машины, теперь мигрировать, тем более, в сочетании вот с этим элементом это вообще становится очень таким интересным. Единственное, помните, что виртуальная машина, когда переезжает, она в данном случае не меняет свой IP-адрес. IP-адрес виртуальной машины, он переезжает вместе с этой виртуальной машиной, поэтому, конечно, нужно будет продумать маршрутизацию, IP-адресацию этих виртуальных машин в том дата-центре, где они окажутся. Возможно, имеет смысл в этих сценариях тогда рассмотреть вопросы виртуализации сети или что-то аналогичное. Теперь, что касается улучшений в системе хранения. Здесь тоже очень много изменений. Первое, это появление так называемого V-SEN второй версии, ну, он официально называется в MV Virtual Send 6.0, но, де-факто, это вторая версия V-SEN. Напомню, для тех, кто не знает, в 5.5 версий появилась возможность создания распределенного хранилища на базе локальных дисков, в котором мы могли, собрав несколько серверов, сделать отказоустойчивое, высоконадежное распределенное хранилище, которое могло совместно использовать достаточно большое количество серверов, при этом не было необходимости прибегать к услугам общих хранилищ, построенных на основе классических вариантов, таких как Fiber Channel, iSCSI, и так далее, там NFS, к примеру, но для этого нам необходимо было иметь как минимум, как минимум один SSD-диск и один шпиндельный диск для создания в рамках нашего образования общего распределенного хранилища. То есть на каждом сервере по одному SSD-диску, по одному шпиндельному диску, минимальное количество серверов в рамках VSEN это три сервера. В результате мы получали достаточно неплохое, но, конечно, не с выдающимися характеристиками. Компания VMware здесь, абсолютно будучи реалистами, прекрасно понимала, она и заявляла всегда, что они не конкурируют, используя свою технологию с тем, что я уже назвал, с Fiber Channel решениями, с ISCSI решениями, Enterprise уровня, они лишь пытаются занять нишу, которая призвана обслужить и работать таким решением промежуточным для мелких средних компаний. В шестой версии появляются достаточно интересные новые возможности, такие как задействование SSD-дисков теперь не только для того, чтобы у нас с вами этот SSD-диск раньше в 5.5 версии использовался исключительно как кэш. Сейчас, если вы разворачиваете его в режиме All-Flash SSD-диск то вы можете теперь хранить и кэш и виртуальные машины на этом SSD-диске. При этом производительность по заверению компании VMware здесь, конечно, нужно проверять, но я по крайней мере эти цифры взял с официальных сайтов, с официальных данных. В результате замеров классический VSM 5.5 фактически это первой версии до 20k неопсов в гибридном режиме это когда гибридный режим это то же самое, что и ранее в 5.5 версии. То есть SSD используется как кэш. Виртуальные машины как и в 5.5 версии хранятся на жестких дисках, на классических шпиндельных дисках. Так вот с учетом опять же нововведений в шестой сфере количество узлов в кластере у нас выросло до 6.4 виртуальных машин на узле аналогично выросло. Виртуальных машин построенных на базе VSM в кластере также выросло в 2 раза и здесь в 2 раза фактически все удвоилось. Размер виртуального диска здесь конечно существенно вырос. Ну и опсов. По поводу опсов конечно я здесь скажем так сам замеров не делал потому что возможности технически такой не было но мы будем как бы опираться на те данные которые нам компания в своих документах она предлагает. То есть до 100 к опсов ну в данном случае если опираться на эти цифры то конечно здесь можно сразу сказать что если это правда то конкурировать конечно уже с классическими такими системами хранения она может спокойно. С такими показателями тут я думаю можно и на интерпрайз посягать уже сегмент при этом появилась полноценная поддержка этих командлетов из PowerShell то есть PowerClee все теперь есть там все командочки для того чтобы и работать с ним создавать управлять теперь вис x-top появился отдельный сегмент для мониторинга висен прям там если память изменяет буковка x появился отдельный сегмент который позволяет просматривать работу висен раньше его этого не было появилась отдельная настроечка прямо в графическом интерфейсе веб-интерфейсе появилась настроечка висен health service где можно следить за состоянием висен опять же раньше этого тоже не было это что касается висен по поводу цены по поводу того сколько будут стоить лицензии и так далее здесь я как бы ну я и на курсах это всегда опускаю потому что это вопрос для кого-то конечно я понимаю принципиальный важный но для понимания как это работает знание сколько это стоит ну наверное все-таки не так актуально кому технология понравится я думаю он изучит сколько это будет стоить сколько это надо будет заплатить за лицензии понятно что эта штука она не бесплатная и еще одна интереснейшая вещь которая возможно также кого-то заинтересует и кому-то будет интересно это появление принципиально нового подхода в работе с системами хранения это так называемый виртуальный тома или virtual volume вот или в его сокращенно вот я немножко предысторию напомню каким образом вообще идет классическая работа с системами хранения на уровне ну или с точки зрения того же ESXi сервера если мы подключаемся к какому-то сториджу неважно файбер ченнел неважно там аисказе мы с вами работаем с тем что нам эта система хранения нам этот сторож предлагает так называемый лун или logical unit на уровне системы хранения это действительно логический объект который ну скажем так отсекается отрезается выделяется администратором системы хранения и в конечном итоге тот же сервер ESXi воспринимает это как некий единый объект поверх этого объекта создается файловая система VMFS кластерная файловая система и уже в рамках этой кластерной файловой системы мы с вами создаем файлы ну а точнее гипервизор создает файлы виртуальных машин VMDK VMX ну и так далее и так далее то есть то что мы в конечном итоге используем получается вот такая ну некое вот последовательное взаимодействие у нас с вами есть гипервизор который используя файловую систему VMFx работает поверх нашего луна вот фактически на уровне системы хранения доступна только информация о самом луне в целом когда создавались вообще луны то конечно никакой виртуализации ну никто и не думал никто не думал что там компания VMV либо кто-то другой будет использовать ну скажем так лун не совсем по прямому назначению луны создавались для того чтобы обеспечить высокоскоростной высоконадежный доступ к данным для операционных систем для построения кластерных решений скажем так классических без виртуализации виртуализация она появилась она просто использовала то что уже было вот в результате мы с вами получаем ну некоторые ну особенности вытекающие из того что система хранения ничего не знает о структуре хранящихся данных она не понимает где файлы виртуальных машин ну так как она опять же не понимает что это за файловая система отсюда возникают сложности связанные с управлением этими файлами то есть часть действий который мы бы хотели переложить на систему хранения мы переложить не можем в силу того что система хранения не понимает с чем она работает ну к примеру возможно у кого-то используется или кто-то знает такие вещи как репликация самих СХД то есть вот у меня есть сценарий у меня есть задача обеспечить высокую надежность хранящихся данных я хочу среплицировать условно говоря СХД из точки А среплицировать в точку Б другой там дата центр для того чтобы реализовать катастрофоустойчивый сценарий отказ выхода из строя СХД пожар наводнение неважно что то есть когда само по себе СХД не может обеспечить в силу того что оно в единичном экземпляре не может обеспечить надежность хранения данных так вот СХД я реплицирую данные на уровне луна она не может и не понимает на более низких уровнях вопросы репликации то есть вы не можете сказать там к примеру мне хочется среплицировать вот эту группу файлов а эту группу файлов не трогай они там для тестов для разработчиков эти виртуальные машины де-факто фактически виртуальные машины они временные они не нужны мы они не являются критическими ну и так далее и так далее вопросы создания снапшотов на уровне томов на уровне лунов Ну и так далее. То есть у нас с вами блокировался лун, если нужно это сделать. То есть много там нюансов, которые, к сожалению, решались только в рамках всего тома. Мы не могли атомарно работать с отдельными файлами виртуальных машин. Но она признает, что компания VMW, конечно, работая совместно с поставщиками систем хранения, все равно они пытались как-то это решить. И, возможно, кто знает, существует технология, которая называется VAI, технология аппаратной акселерации на уровне систем хранения. То есть какую-то часть файловых операций на уровне системы хранения все равно мы можем выполнять. И на курсах мы тоже это все видели, рассматривали. Вопросы клонирования, вопросы создания файлов виртуальных машин, допустим, с занулением одновременно. Вопросы перемещения, если нужно Storage V-Motion реализовать, тоже система хранения может в этом поучаствовать. Но, к сожалению, количество или же объем этих операций был очень ограниченный, небольшой. Что предлагается в рамках V-VOL? То есть, по сути, они предлагают следующее. Используя интерфейс, который называется VASA, он есть и сейчас в реализации 1.0. В интерфейсе VASA 2.0, то есть это, как следствие, сразу мы говорим о поддержке на уровне системы хранения. Используя API, мы получаем возможность реализовать следующий подход или следующие изменения в работе системы хранения. Де-факто файловая система, она как таковая опускается. Ее, можно сказать, что и нет. Работа с непосредственно с сущностями, которые представляют файлы виртуальных машин, а де-факто это Tom V-VOL, переносится на уровне самой SHD. То есть, по сути, SHD работает с этими логическими сущностями, как с лунами. То есть, если раньше лун это было хранилище для большого количества файлов виртуальных машин, то сейчас это все атомизируется. И вы можете работать уже непосредственно с отдельными файлами. То есть, SHD прекрасно понимает, с чем он имеет дело. То есть, у нас уровень, где у нас был лун, и поверх него работала файловая система, это все опускается на уровне SHD. И операции, такие как клонирование, такие как та же репликация и так далее, и так далее, они все существенно упрощаются. Кому это интересно, ну и, кстати, вот здесь я тоже скриншотик такой сделал, специально, когда создаете Tom, прямо здесь появляется V-VOL. Кому это интересно, где это может применяться, где это может быть полезно. Интересно это будет прежде всего тем, у кого огромное количество виртуальных машин. Потому что подключение к тому, это связывание, точки монтирования, точки подключения каждого сервера SXI к системе хранения данных, они порождают большое количество этих подключений. Если у вас, ну вот сейчас мы видим, да, 64 узла к луну цепляются, если в классическом варианте, там, у кого-то, допустим, те же VDI технологии, огромное количество виртуальных машин, огромное количество самих серверов, которые участвуют в этом процессе. Вот, и вроде бы простейшие операции, которые необходимо выполнять, там, к примеру, те же создания снапшотов, создания новых виртуальных машин, они классически просто приводят к блокировке всего раздела. Ну, по-другому не сделать сейчас. VVOL это все позволяет упростить. То есть, VVOL, прежде всего, нацелен на тех, у кого очень большие нагрузки, очень большой объем данных, очень большое количество виртуальных машин, ну и, конечно, требуется поддержка со стороны системы хранения. Сейчас почти все крупные вендоры реализуют данную поддержку, данный API-интерфейс поддерживают. Кстати, достаточно много на том же YouTube ссылок на все эти, там, вот того же HP, там, NetApp и так далее. У них там много вендоров, много, и, соответственно, тоже ссылочек много на поддержку этой технологии. А технология чрезвычайно интересная. Единственное, конечно, в рамках одного слайдика мне достаточно сложно все это рассказать, как это работает в деталях, это нужно именно смотреть, вот, работать с этим. Ну, я надеюсь, если получится у меня, я найду время и будет у меня техническая возможность, прежде всего, потому что, как вы понимаете, опять же, поддержку со стороны СКД нужно иметь. Я попробую сделать отдельный вебинарчик и показать просто все преимущества, которые VVOL дают. Потому как появление новой технологии, она всегда, ну, по крайней мере, вот у меня, вызывает вопросы, а нужно ли мне, к примеру, ее задействовать, на нее переходить, а что она мне даст, получу ли я увеличение производительности, конкретно, ну, или применительно к моим, допустим, там, серверам, к моей организации, или она ничего мне не даст. Вот, конечно, кому-то она будет, прежде всего, интересна, а кому-то, вот, может быть, и не очень. Классический вариант, он, понятное дело, никуда не делся, я специально поэтому здесь и сделал такой скрешотик. VMFS остался, NFS осталось, но появились и VVOL. Теперь несколько приятных моментов. Наконец, услышала компания VMware нас, те, кто пользуется Windows клиентом, ну, или толстым клиентом, то, что они считают, должно отмереть, умереть, отойти, и оно не нужно, вот, но, тем не менее, и выходили вообще слухи, что от него избавиться, вот, тем не менее, Windows клиент не только не исчез, но он и расширил свой функционал, вот, и здесь я привел также два скриншотика. Первый, во-первых, теперь появилась возможность при создании виртуальных машин выбирать версию, раньше, к сожалению, если помните, выбор версии ограничивался на восьмой, и все, дальше мы не могли ни девятую выбрать, даже если у меня была такая возможность, ни десятую, только через веб-интерфейс. Сейчас вы можете любую версию выбирать и в Windows интерфейсе. Особенно, конечно, это полезно в ситуации, когда у вас ВИД-центра нет. Почему-то компания VMware, ну, скажем так, не совсем задумывается о тех, кто эксплуатирует сервера SXI без ВИД-центра. Единственным способом подключения к ВИД-центру, вернее, прошу прощения, к SXI серверу, является Windows клиент. Веб-интерфейс, который, да, гораздо функциональнее, да, он, конечно, отражает все возможности, которые там есть, но он требует ВИД-центра. А если у меня его нет, у меня есть, допустим, два сервера SXI, я хочу ими управлять. Я был лишен возможности работать с новыми версиями, к сожалению. Если помните, редактирование версии уже десятого, оно просто было невозможно. Сейчас, вот я специально сделал, опять же, посмотрите, скриншотик, вот здесь вот, прям справа вверху, на левом скриншоте написано Virtual Machine, version 11. Редактор настроек прекрасно у нас открывается. Мы можем добавлять оборудование, мы можем с этим работать. Единственное, конечно, нужно понимать, что некоторые функциональные возможности будут недоступны. Он об этом и предупреждает. Вот, то, что не все. Но такие вещи, как, допустим, отредактировать память, отредактировать количество процессоров, с дисками поработать, все это теперь доступно, и не нужно прибегать к услугам того же ВИД-центра. Что, конечно, меня лично очень радует. Что еще меня тоже лично порадовало с появлением ВИД-центра нового, это веб-клиент. Веб-клиент теперь, ну, давайте так я, может быть, скажу несколько прямолинейно, ну, повернулся лицом к нам с вами, к тем, кто администрирует. А я на своих курсах, ну, что тут уж откровенно скажу, я на своих курсах очень часто просто уходил с демонстрации на базе именно веб-клиента, потому что, ну, элементарно тоже нажатие правой кнопочки мыши, вот оно было настолько медленно реагирующим, что, ну, никто не хотел ждать. Я и уходил к Windows-клиенту. Здесь же я могу сразу по своим ощущениям сказать, конечно, здесь и цифры приводятся, вот они. Вот. В данном случае веб-клиент, он стал намного-намного интереснее, намного более функциональный, намного более приятный. Работать почти так же комфортно стало, как и в Windows-клиенте. Почти так же комфортно. Очень сильно переработан, как я понимаю, движок у них. Вот. Действительно, вопрос о идентификации, входа в систему намного более быстрый. Вот. Нажатие той же правой кнопочки мыши практически мгновенное. Несмотря на то, что у меня все это в виртуальной среде вертится, и я, собственно говоря, никакого дискомфорта не испытываю. Очень-очень стало быстро, отображается и так далее. Вот. Ну, в данном случае, ну, могу только порадоваться. Другое дело, что можно посетовать на то, что это надо было сделать раньше. Вот. Ну, по крайней мере, хотя бы так. Вот. Сделали. Вот. И в Windows-клиенте, как я сказал, стало намного приятнее, появились вот эти вот возможности. И в веб-клиенте стало все гораздо-гораздо приятнее. Вот. Ну, и вот в целом, вот все то, что я вам хотел сегодня рассказать, но это, я надеюсь, не последняя наша встреча. Как я уже сказал, в мае месяце, я надеюсь, будет именно практический семинарчик по переходу с 5.5 на 6 версию. Я покажу разные сценарии, разные варианты, разные подходы, как это сделать. Посмотрим разные инструменты, каким образом можно провести процедуру апгрейда. Вот. Если есть вопросы какие-то, то задавайте, пишите в чат, я буду, соответственно, на них отвечать. Вот. В начале, на первом слайде была моя почта. Давайте я еще раз ее покажу. Пожалуйста, пишите. Я также постараюсь максимально емко, максимально детально рассказать, как, что, почему и зачем. Субтитры создавал DimaTorzok